Этот человек поставил на колени всю Европу, безжалостно вырезал целые народы, мечтал захватить мир. Его имя Аттила, царь жестокого племени гуннов. В пятом веке нашей эры его боялись словно смерти и называли антихристом, дьяволом в человеческом обличии. При жизни Аттила не проиграл ни одной битвы, а умер случайно в объятиях женщины. Невероятно, но жестокого правителя гуннов смерть настигла в первую брачную ночь. В знак траура все воины его племени порезали себе лица. Они оплакивали своего вождя кровавыми слезами и не могли понять, почему он умер. Ведь Аттила владел магическим оружием, мечом бога войны Арисом. И этот меч должен был сделать его бессмертным. В летописи пятого века византийский софист Приск Панийский пишет, пишет, что Аттила имел магическое оружие, меч самого бога. И тот, кто им владеет, станет властелином всего мира. Если этот меч действительно существовал, то почему он не спас своего владельца от позорной смерти? Мы откроем тайну великого Аттилы. Выясним, действительно ли вождь гуннов владел непобедимым оружием. И если да, то куда делся меч бога Ариса? Меч бога войны Ариса. Найти его мечтал каждый великий воин. Это оружие до сих пор входит в десятку ценнейших мировых артефактов. Таких, как копье Одина, меч короля Артура, чаша Грааля и щит Ахилла. Согласно легенде, бог войны Арис подарил свой меч скифам. С этим подарком степные воины стали непобедимыми. Но однажды в Великой Битве меч Ариса был утерян. И только в пятом веке его случайно нашел пастух и подарил воину-варвару по имени Аттила. Нью-Йоркский музей естественной истории. Как только за посетителями закрывается дверь, в темных залах все оживает. Просыпаются скелеты динозавров и чучела мамонтов. Они стремительно проносятся по коридорам крупнейшего музея Америки. Все это видит испуганный сторож, который недавно устроился на работу. Он спасается от погони и неожиданно сталкивается с воинственными людьми в шкурах. Их вождь с диким ревом бросается в бой. Волосатый варвар с тупым звериным лицом. Именно так царя гунов Аттилу изобразил Шон Леви, режиссер фильма «Ночь в музее». По сюжету фильма великий завоеватель тупое чудовище, готовое бездумно уничтожать все живое. Вот как в пятом веке описал гунов римский историк Амиан Марцелин. Они имеют звериный нрав и отвратительную внешность. В детстве надрезают себе подбородок, лицо и щеки, чтобы не росли волосы. При ужасной обезображенности лица кости у них крепкие, плечи широкие. И при этом они такие нескладные и нестроенные, что кажутся двуногими скотами. Эти свидетельства историки долгое время использовали при описании войска Аттилы. И только когда ученые исследовали труды тех времен, выяснилось, что римский летописец никогда в жизни даже не видел гунов, потому что вообще не путешествовал. А определение это взял у своего предшественника, который таким образом описывал кемерийцев. Если это описание всего лишь неудачный плагиат, то как на самом деле выглядели гунны и их царь Аттила? Почему его так боялись и ненавидели могущественные страны мира? И что стало причиной смерти человека, которого свои приравнивали к Богу, а весь мир считал карой для Европы? Смотрите далее. Во времена великого переселения народов на свет появится мальчик, которого назовут Антихристом, а его многотысячную армию – войском ада. Он покорит всю Европу, уничтожит сотни городов и не проиграет ни одной битвы. Всю жизнь Аттила будет мечтать захватить Рим. И ради этого даже добудет меч самого Бога войны. Но за шаг до победы перед воротами Рима неожиданно отступит и навсегда потеряет свою силу. Пятый век нашей эры. Эпоха великого переселения кочевых племен. Из Азии на Европу надвигается угроза – дикое варварское племя гуннов. Они готовы покорить весь мир. А их базой на востоке Европы становится будущее Украина, Юг и Крым. Полторы тысячи лет назад по этим степям неслась самая страшная армия мира. Ее называли «Одиннадцатым библейским проклятием» – войском дьявола, которое уничтожало все живое. А свой легендарный поход оно начало как раз из этих скифских степей. Тогда Европу населяли десятки племен. Они жили разрозненно, занимались земледелием, выращивали скот и практически не воевали. Великий Рим времен Цезаря давно потерял свою мощь. Священная Римская империя раскололась на две части. Западную – со столицей в Риме и восточную – Византию. Ослабленные внутренними бунтами и переворотами, они фактически не могли воевать. И неожиданно из Азии пришел дикий, жестокий народ – гунны. Это была реальная угроза слабой Европе. Гунны были явлением абсолютно новым. Во-первых, это была мобилизованная Орда. Они были оторваны от своих земель. Они шли завоевывать новую землю. Им она нужна была для того, чтобы где-то поселиться. Перейдя через море, гунны захватили Крым и приблизились к границам Италии и Франции. Это были земли Священной Римской империи. И римляне испугались гуннов. Они заключили с этим народом мирное соглашение. Договорились о сотрудничестве. И гунны превратились в защитников римских границ. За это они получали регулярную плату. А еще Рим настоял. Все дети гуннов, в чьих жилах течет царская кровь, должны воспитываться в Риме. Там будущих царей 10 лет приучали к роскоши и разврату. Постепенно они становились не воинами, а пьяницами и бездельниками. А когда возвращались в свое племя, то уже не в состоянии были воевать и следовательно становились не опасными для римлян. Все изменилось в один день. Когда новый царь гуннов Мунзук переправлялся со своими воинами через реку, у его жены начались роды. Лошади едва выбрались на берег. А пока повозка находилась в воде, жена Мунзука родила. Это был мальчик, младший царевич по имени Атила. У Мунзука уже был один сын, Бледа. Но царь и представить себе не мог, что когда-то младший сын убьет своего брата и поставит на колени всю Европу. Для начала царь распорядился забрать новорожденного сына от матери. Женщина в войске гуннов не имела права воспитывать мальчика и будущего воина. Точно так же поступили и со старшим сыном. После рождения Бледа отлучили от матери и отправили на воспитание в Рим. Но с Атилой было все иначе. Вопреки договору с Римом отец решил оставить мальчика в войске. Его ждала жестокая военная наука гунов. Он своими глазами увидит, как соплеменники хладнокровно убивают врагов. И уже в раннем возрасте навсегда избавится от несвойственного гуннам чувства страха. В войске отца Атилорана понял, что такое смерть. Гунны не нарушали договор с римлянами, но постоянно воевали с соседними племенами. Это были жестокие войны. И маленький Атилло своими глазами видел, как вокруг умирают люди. Он не находил в этом ничего странного. Поэтому и сам быстро овладел искусством боя. Ребенок с малолетства, включенный в военные действия, наблюдающий раны, смерть, увечья, воинский азарт воинов, которые входили в схватку и выходили из нее, считал это своей жизнью. Вероятнее всего, он мыслил категориями войны. И для него это было совершенно нормально. Когда ему исполнилось 10 лет, Атилло стал мужчиной. То есть прошел испытание, подтверждавшее его новый статус. Не мальчика, но воина. А для этого ему необходимо было совершить одну единственную вещь. Не спускаться с лошади 14 дней. И вот наступил знаменательный день. Атилло сел на коня. Рядом находились охранники. Они следили за прохождением испытания. Всаднику приносили еду, но ему не разрешалось спускаться с коня ни на миг. Спать, есть, удовлетворять физиологические потребности, все это нужно было делать на лошади. Как человек способен на такое? Две недели верхом. Чтобы понять, что пережил этот мальчик, мы проведем эксперимент. Попробуем не спускаться с лошади хотя бы один день. Для начала проходим короткий инструктаж. Как держаться в седле и заставить коня слушаться. Засекаем время. Прошел час в седле. Чувствуется легкая усталость. Кушать тоже не очень удобно. Отпускаешь повод, и конь начинает идти. Четыре часа. Шесть. Восемь. И коня уже просто ненавидишь. Сил почти не остается. Чтобы продержаться верхом больше 12 часов, необходимо быть в очень хорошей физической форме. Сейчас я чувствую боль в ногах. И, естественно, от постоянного сидения боль в спине. Поспать мне так и не удалось. Но думаю, если бы я смертельно устал и конь с пониманием отнесся ко мне и помог, то отдохнуть реально. Но мальчику по имени Атилла удалось это сделать. Теперь он был наравне с другими воинами. Отец мог им гордиться. Но когда ему разрешили слезть с коня, он просто отпустил повод и упал. Эта наука не пройдет для мальчика даром. Когда придет время, жестокое испытание не позволит ему сломаться. Он будет только наполняться ненавистью, которая в конце концов сожжет полмира. В древности известен случай, когда жители древней Спарты растили из своих сограждан-героев. Так вот, у них ребенок до 7 лет жил в геникеях с матерью. Напитывался материнской любовью. После этого он мог быть хотя бы несколько гуманистичным в нашем понимании. Поэтому, когда мы будем разговаривать с вами о жестокости, о запредельной жестокости, Атилла, нужно понимать. Это ребенок, который вырос без матери, сформировался без ласки и, по большому счету, ласковым и нежным быть не умел. Единственным, кого он любил, был отец. С ним Атилла стоял рядом в каждой битве. И царь Мунзук прекрасно понимал. Младший сын, которого он не отдал римлянам, это и есть его преемник. Именно Атилла, а не его старший брат, должен возглавить войско после смерти отца. Но отдать об этом приказ царь не успел. Атилле было 12 лет, когда его отца смертельно ранили в бою. Царь Мунзук умер ночью. А утром Атилла проснулся сиротой и новым царем. Так считало войско. И так думал сам Атилла. Но он забыл об одном. У его отца был брат по имени Руя. Хитрый. Распущенный дядя за спиной царя успел сговориться с бледой. И Атиллу просто предали. Его родной брат и дядя. Мальчик проснулся до рассвета. Ему приснился отец. Весь окровавленный, он хотел что-то пояснить. Предупредить сына. Но внезапно в шатре мальчик почувствовал чье-то присутствие. Крепкие руки сбросили его с постели, а сильный удар по голове погрузил во тьму. Когда мальчик придет в себя, он будет далеко от дома. Связанного, словно дикое животное, его тайно привезут в Рим. Это был сговор императора с его родным дядей. После похищения законного наследника престола царем Гуннов провозгласил себя Руя. Руя не мог убить племянника. Он боялся крупного восстания. И чтобы беспрепятственно захватить власть, приказал отправить мальчика подальше. Это был точный расчет. Задобрив Бледа, брата Атилы, дядя забрал его из Рима. Он пообещал неограниченную власть и свою поддержку. Так Бледа стал куклой в его руках, а Атила попал в Рим. В роскошном дворце с парня сняли веревки. И только тогда объяснили, он здесь по приказу дяди. Мальчик побелел от гнева. Существовала такая штука, которая может нынешним нашим языком называться как определенный римский националист. То есть были люди, которые считали себя римлянами по праву рождения, а все остальные были для них как бы недочеловеки. Вероятнее всего, Атила в полной мере почувствовал на себе это отношение к себе как к недочеловеку. И впоследствии все, что казалось ему хоть несколько связанным с цивилизацией, так называемой, вызывало у него отторжение. Трижды Атила пытался сбежать. Но надежные охраны и высокие стены города не позволяли совершить задуманное. Беглеца ловили и возвращали. Он чувствовал себя загнанным зверем. Прошел год. И вдруг Атила притих и покорился. Неуправляемый дикарь взялся за науку и вскоре освоил грамматику, научился читать и считать. А пока продолжалось обучение, он внимательно наблюдал за устройством римской армии, рассматривал военное снаряжение, расспрашивал о коннице и дисциплине. Никто и подумать не мог, что мальчик хитрит. Атила не просто не забыл обиду. Он поклялся, что убьет своего дядю и накажет за предательство родного брата. А потом вернется сюда и сравняет этот проклятый город с землей. С этой мыслью Атила провел в Риме 8 лет. И все-таки дождался удобного случая. Неожиданно умирает дядя мальчика. И гуны требуют возвращения законного наследника. Тот день, когда невысокий юноша выйдет за ворота Рима, станет началом конца великой империи. Домой Атила вернулся уже другим. Возмужавшим и злым. Он не видел соплеменников целых 8 лет. А за это время и само войско гунов изменилось. От когда-то могущественной армии ничего не осталось. За годы его вынужденного изгнания великое племя гунов утратило свою воинственность. Воины уже давно не ходили в походы. Они забыли о муштре, много ели и еще больше пили. Гуны стали такими, как их новый царь Бледа. А тот совсем не интересовался военным делом. И все время проводил в развлечениях, которые полюбил еще в Риме. К младшему брату, слишком непохожему на него, Бледа отнесся как к дикарю. После коронации царевича он просто отдал ему армию, в которой ничего не понимал. А Атила большего и не желал. Много лет Атила воспитывал железную волю и жестокость. Все это помогло ему снова сделать из племени сильное войско. Постепенно Атиле удается завоевать и объединить соседние страны под одним флагом. Теперь у него 100-тысячная армия. А в планах только месть. Покорение Рима. Дикие, первобытные люди, которые ходят в шкурах убитых зверей и питаются сырым мясом. Такими их увидели в Европе. Армия Атилы вызвала у европейцев панику. Но вся слава и золото, добытые в этих походах, доставались старшему брату Атилы. Царь Бледа не хотел войны с Римом. А для Атилы разрушение этого города было целью жизни. К тому же, он стремился к единоличной власти и поклонению. Человек, лишенный в раннем детстве матери. Человек, воспитывавшийся с холодноватым и деспотичным отцом. Или вы думаете, что его отец был ласковый такой, который любил его подбрасывать вверх. И говорит, ну что, мальчик, нравится ли тебе, как ради тебя я только что уничтожил 10 тысяч человек. Вероятнее всего, военачальник, как и любой военачальник, был строгий, суровый, отсутствие матери, холодный, деспотичный отец. Этот человек не может кого-то любить. Он постоянно себе доказывает, окружающим, что он существует. Но пока что убрать брата Атилы не решался. Это могло расколоть страну пополам. Совершить задуманное ему помогло чудо. Однажды Атилы сошел с коня на поляне посреди леса. Отослал охрану, лег в высокую траву и уснул. Разбудил его какой-то пастух. Он протянул Атиле пакет из грубой ткани. И рассказал. Одна из коров в его стадии вдруг упала. Обнаружив на ее ноге страшную рану, пастух пошел по кровавому следу и неподалеку в земле увидел блестящее лезвие. Это был меч, который одним своим касанием убил большую корову. Тогда пастух решил, такое могущественное оружие он должен отдать великому воину. Когда Атилы развернул пакет, он застыл на месте. Он держал в руках железный меч. Оружие самого бога войны Ариса Меч Ариса Это было магическое оружие, которое создал и подарил бесстрашным скифам бог войны Арис. Об этом рассказывали легенды. Пока меч находился у скифов, они не знали поражения в боях. Но однажды в страшной битве меч пропал. Атила знал эту легенду. Знал он и то, что воин, который найдет волшебный меч, завоюет весь мир и станет бессмертным. Именно это и требовалось Атиле. Он понял, как ему использовать легенду и рассказ пастуха. Хотя на самом деле он держал в руках простой железный меч. Обычный скифский меч. Он принес Атиле прозрение. Натолкнул его на решение осуществить грандиозный пиар-ход. Этот кусок железа сделает его божьим избранником. А убедить в том, что это меч самого бога Ариса, он сможет. Но зачем Атила обманул своих воинов? Историки говорят, это была настоящая информационная война, давшая удивительные результаты. У Атилы была мощная армия. А чтобы напугать мир и добавить кунам политического веса, требовался миф. Он просто придумал историю о найденном мече бога Ариса владельцем которого мог стать только избранный. Поскольку в то время Атилы готовился к войне, находка подобного меча была трактована шаманами как символ победы. И об этом он сообщил войску. О том, что они выиграют. Шаманы сказали, и боги это подтвердили. Это было расценено как очень хороший знак. Знак удачи. Потому что гунны, как и другие тюрки, в то время были шаманистами. И соответственно верили в очень простые вещи. Атилы нашел победоносный меч бога войны. Известие об этом распространилось по миру словно пожар. Соседние страны в спешке готовили армии ко встрече с непобедимым воином. А сам Атилы поспешил в лагерь брата. В честь великого события там устроили празднество. Атилы сидел рядом с царем Бледой. Охмелевший брат Искаса поглядывал на него. И вдруг Атилов встал. Поднял меч. Глаза его были холодными и страшными. Словно у самого бога войны Ариса. В этот миг крики опьяневших воинов утихли. А потом Атилы пронзил мечом грудь родного брата. Он обвел присутствующих холодным взглядом. Спокойно вытер меч и снова сел. Никто не осмелился подняться. Так Атила стал единственным правителем гуннов. Убив своего брата, царь подтвердил. Он уже не человек. Атила нашел меч Ариса и стал правителем мира. Холодным и безжалостным, как сам Арис. С этого дня новый Атила начал собирать огромную армию. Его цель – ненавистный Рим. Но он не будет уничтожать этот город сразу. Он напугает его. Заставит римлян врожать. Поэтому первый город в его войне – столица Восточной Римской империи. Когда войско Атиллы приблизилось к Византии, император даже не попытался вывести ему навстречу армию. Он просто испугался. Поэтому откупился от гуннов золотом. Первая победа оказалась такой простой. Атила вернулся домой с триумфом. Из похода его встречали сотни женщин. Это невероятно. Но все они считались его законными женами. За годы, проведенные в первых походах, Атила не терял времени. Он брал город или селение, уничтожал его жителей, а самых красивых женщин объявлял своими женами. Удивительно. Но эти женщины покорялись своей судьбе. Упоминание об этом многоженстве оставил византийский философ Приск Панийский. Он собственными глазами видел радостную встречу Атиллы с женами. Далее летописец откровенно удивляется. Ведь сам Атила был некрасивым. Невысокого роста, неказистый, среденькой бородкой и маленькими глазками. Но, несмотря на это, пользовался безумным успехом у женщин. Кстати, знаменитый ловелас, князь Киевской Руси Владимир Красносолнышко не смог в этом превзойти великого гунна. У Владимира было всего-навсего 700 детей. А в это трудно поверить. Но у Атиллы их было больше тысячи. Атилла привык все брать силой. Завоевав новую страну, он выбирал лучших женщин. Но не догадывался, что одна из них не покорится судьбе. И принесет своему мужу смерть. А произойдет это во время брачной ночи. И вот, наконец-то, час мести настал. Атилла бросил вызов своей бывшей тюрьме, Риму. Армия тьмы. Так в панике называли европейцы войсков 700 тысяч гунов, которое подошло к границам империи. Навстречу ему вышли равные по силе римские легионы. Две армии встретились на земле Франции. В местности под названием Каталоунские поля. Именно здесь произошла одна из самых кровавых битв в истории. Резня продолжалась семь дней. За это время поле почернело от трупов. Гуны победили. 150 тысяч убитых. Такими были потери в той битве. Такой стало для Атиллы и цена билета в Рим. После победы на Каталоунских полях войско варваров с огромной скоростью продвигалось вглубь Европы. Они верхом преодолели 2000 километров. По дороге уничтожали города. Вырезали их жителей. Не жалели даже женщин и детей. Люди считали, что это идут не гуны, а надвигаются всадники апокалипсиса. Звери, которых ведет сам антихрист Атила. А когда это войско ада завоюет Рим, наступит конец света. Атиллу радовала паника. Наконец-то его оценили по заслугам. Боятся и поклоняются. Словно богу войны. Но по дороге в Рим на пути войска гунов стала маленькая страна Бургундия. Ее населяли скандинавы и германцы. Правил страной молодой король Гюнтер. У него была единственная и любимая сестра, принцесса Кримхильда, которой сватались богатейшие императоры мира. Наконец-то после многих отказов она выбрала себе жениха. Уже велась подготовка к пышной свадьбе. И именно в это время армия Атиллы приблизилась к Бургундии. Вождь гунов знал о своенравной принцессе. Поэтому решил забрать у короля самое ценное. Не золото, а его сестру. Он покорит Кримхильду словно строптивого коня. Однако Кримхильда и ее брат отказали Атилле. Его тщеславию нанесли удар. И царь решил жестоко отомстить. Бургундия была разрушена. Все уничтожили за одну ночь. Атилла лично убил и брата, и жениха Кримхильды. А саму принцессу за волосы вытащил из покоев. Он не убьет ее. Он женится и возьмет принцессу силой. И тогда она пожалеет о своем отказе. Кримхильда же думала о другом. Ей больше некого терять. Так что Атилла пожалеет о том, что разрушил ее жизнь. Даже если все вокруг утверждают, что он бессмертный. Наконец-то случилось. Войско Атиллы, уничтожив половина Европы, окружила Рим. Вождь Гунов молча смотрел на свою бывшую тюрьму. На миг он снова стал обиженным мальчиком, которого предали и привезли сюда. Он уже должен был отдать последний приказ вырезать, уничтожить всех жителей этого развратного города. Но вдруг увидел процессию. Навстречу войску Гунов бесстрашно шел мужчина в длинные красные мантии. Это был Папа Римский, Лев Первый. Уничтожить наглится. Но увидев его, жестокий Атилла, дал знак охранникам и один пошел навстречу Папе. Разговор Атиллы и Папы Римского до сих пор остается одной из самых больших загадок истории. Сегодня можно только догадываться, в чем упрекнул Папа Царя Гунов. Возможно, он знал его еще мальчиком. Возможно, даже учил его, когда еще не был папой. А возможно, именно Лев Первый разгадал тайну меча Атиллы и знал, что на самом деле под своей жестокостью воспитанник Рима прячет свою слабость. А он не был бесстрашным человеком. Понимаете? Он не был бесстрашным. Он хотел казаться бесстрашным. И именно поэтому бесстрашным он не был, потому что хочет казаться тот, кто сам-то про себя знает, что он не такой. Я думаю, что Папа его просто чем-то напугал. О чем говорили Папа Римский и самый жестокий вождь варваров, до сих пор неизвестно. Разговор продолжался более часа, после чего произошло неслыханное. Атилла, этот кошмар Европы и Антихрист, повернул свое войско и ушел. Это было единственное поражение царя Гунов, которое и стало для него роковым. Никто тогда не осмелился упрекнуть царя. Но гуны не поняли его поступка. С тех пор войскам поползли слухи, что Атилла утратил свою божественную силу. Бог войны бросил Гунов на произвол судьбы. Домой войско возвращалось не с триумфом, а с осадком. Чтобы отвлечь воинов, Атилла приказал устроить пышный праздник. А повод есть. Его очередная женитьба. На пленнице Кремхильде. Он постоянно ведет себя как капризный ребенок. Все, что я захотел, я получу. Каким образом мы воспитываем ребенка в детстве, если он проявляет эстероидность? Мать его прижимает к себе. Атиллу никто не мог прижать к себе. Поэтому он привыкл. Все, что я захотел, все, что я скажу, так, кому ей быть. Свадьба продолжалась до поздней ночи. А потом, под крики опьяневших воинов, Атиллу с невестой провели в покое. Прошло несколько часов. И вдруг дворец содрогнулся от нечеловеческого крика. Это кричал бессмертный Атилла. Смотрите далее. Что произошло в ту ночь? Отчего умер непобедимый Атилла, великий завоеватель, поставивший на колени полмира? И что придумали гунны, чтобы навсегда скрыть позор своего властелина? Он обладал необыкновенной силой, которую дал ему великий меч бога войны Ариса. Атилла прожил более 50 лет. Не проиграл ни одной битвы и покорил всю Европу. За неслыханную жестокость его называли Антихристом, бичом божьим. Страшной карой, которая уничтожит мир. Всю жизнь он мечтал завоевать Рим, но когда многотысячное войско гунов подошло к Риму, неожиданно отступил. А дальше случилось вообще невероятное. Непобедимый Атилла нашел свою смерть в объятиях жены. Когда прозвучал крик, охранники ворвались в его покои и увидели. Царь неподвижно замер. А под ним отчаянно извивается его окровавленная молодая жена. Не нужно было искать убийцу, ведь Кримхильда не скрывала своей мести. Но отчего именно умер Атилла? Позднее исследователи выдвинули версию. Это была бессмысленная смерть. Случайное стечение обстоятельств. Просто в тот вечер Атилла слишком много выпил, и у него повысилось давление. Царь якобы захлебнулся своей кровью, которая от волнения пошла из носу. Медики говорят, что при употреблении алкоголя у человека действительно поднимается давление. Нагрузка на сосуды увеличивается. Кровь начинает быстрее циркулировать по организму, увеличивается ритм сердечных сокращений. Слабые сосуды носа действительно часто не выдерживают, и человек может захлебнуться кровью прямо во сне. Однако древние историки утверждали, Атилла умер мгновенно. Он просто не мог захлебнуться своей кровью. Его смерти желали тысячи людей, но больше всех одна женщина. Кримхильда. Бургундская принцесса могла убить себя в плену, но не сделала этого. Силы поддерживала единственное желание отомстить. Атилла убив двух самых близких ей людей, сам того не подозревая, обрек себя на страшную смерть. Древние люди относились к смерти совершенно иначе. Для нее судя по всему это не был такой тихий цветочек ландыш незабудка. Она отомстила с удовольствием смотреть на труп своего мучителя. Способ, который она выбрала, неизвестен. Это не был нож. Допускали, что Атилла убил неизвестный яд. Кримхильда хранила его долгие месяцы, пока смогла применить. Так эта женщина сделала то, что не удавалось сделать бесстрашным мужчинам. Она не просто уничтожила, а опозорила самого страшного человека эпохи, хотя прекрасно понимала, какое наказание ее за это ожидало. В отчаянии гуны порезали себе лица, чтобы за великого царя лилась кровь, а не женские слезы. А жене Атиллы они отомстили за позор их царя. Кримхильду похоронили рядом с ненавистным мужем. Живой с мертвым. Похороны Атиллы продолжались несколько дней. А чтобы никто и никогда не потревожил его могилу, гуны придумали невероятную вещь. Царя похоронили в трех гробах. В железном, потому что он покорял народы, в серебряном и, наконец, в золотом, как символ Дани, которую платили Атилле самые могущественные империи. Все три гроба закрыли замками и заклятиями. Но открыть их не сможет ни один смертный. Для того, чтобы прохотил и не побеспокоил ни один смертный, могилу царя вырыли на дни глубоководной реки. Для этого гунны соорудили огромную дамбу и на время похорон отвели воду в другое русло. Трудно себе даже представить, как в те времена при отсутствии какой-либо техники вообще удалось это сделать. Когда похороны закончились, могилу зарыли и реку снова пустили по своему руслу. Рабов, копавших яму, в ту же ночь убили, чтобы никто и никогда не раскрыл тайну его погребения. Согласно поверью, это место охраняют потусторонние силы. А тот, кто откроет могилу, накличет народ людской страшное проклятие. Осквернение могилы сакрального царя всегда может принести несчастье народу. Соответственно, ее необходимо было прятать не только из-за сугубо утилитарных вещей, чтобы не попытались разграбить, но и для того, чтобы эта могила не была кем-то осквернена. Эту реку и в ней бесценную могилу Атилы ищут вот уже 15 столетий. Но древние историки, написавшие об удивительной жизни Атилы, не указали место его захоронения. Вместе с могилой исчез и магический меч Атилы. А от племени Гуннов навсегда отвернулась удача. По сути, это был удачливый военачальник, который покорил, если не всю Европу, то пол Европы. И армия его могла вполне наслаждаться плодами победы, грабежами, насилием, разбоями. Никто не мог им прикосновить. Но стоит только оступиться один раз и слава о том, что военное счастье отвернулось, слава уже стала такая, дурная слава стала распространяться. Это говорит о том, что какую бы шайку людей, какую бы большую шайку дворовой шпаны, понимаете, не собрал бы подросток, при первом удобном случае они разбегутся. Поэтому и царство Атилы долго не просуществовало. Через несколько лет после смерти непобедимого царя Гунов его государство навсегда исчезло с карты мира. Потомки великого Атилы расселились на Кавказе, на территориях Украины и Словакии. Весь мир до сих пор считает Атилу дикарем и варваром. А вот для современных венгров он национальный герой. Отец основатель страны. Сегодня венгры даже собираются потратить миллион долларов на восстановление дворца Атилы. А еще они надеются все-таки найти его могилу. Хотя версий где она очень много. Историки ищут бесценную могилу и в венгерской реке Тиси, и в российской Волге, и даже в озерах на Кавказе. А вот согласно исследованиям наших историков, Атилы долго жил на территории современной Украины. Поэтому вполне возможно, что похоронен он в устье Дуная, в Украине. Но чтобы проверить эти версии, необходимо снова, как 15 веков назад, остановить реку. Какую, неизвестно. Именно поэтому властелина мира, вождя исчезнувшей империи, до сих пор надежно охраняют бурные воды неизвестной реки. А с ним и его тайну. Тайну человека-бога, который мог покорить весь мир, но посвятил свою жизнь мести, из-за которой и погиб. Субтитры 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 Субтитры